Аплодисменты Вы поставили себе цель до 2020 года, чтобы от 50 до 70% российского среди могло пристать акциональному классу. Видите ли вы здесь возможность того, чтобы Европейский Союз сыграл поддерживающую роль? Широкий, средний класс, естественно, должен идти одновременно и с гражданским обществом, сотрудничеством, преодолевающим границам в гражданском обществе. Возможно ли они, на ваш взгляд, что вы можете лично сделать для того, чтобы еще больше расширить контакты межчеловеческие между жителями России и жителями стран Европейского Союза? Господин Шахинков, я хотел сказать, что я готов делать все, что от меня зависит для расширения такого рода контактов. В том числе и наш с вами сегодняшний разговор направлен именно на это. Что же касается целей, конечно, мы заинтересованы в стабильных, полноценных, устойчивых отношениях с европейским сообществом, с Германией. И я, как человек с юридическим стилем мышления, не могу еще раз не подтвердить, что без надежной правовой основы это все равно не имеет перспектив. Да, конечно, мы друг от друга никуда не денемся, мы все равно находимся рядом, у нас общеевропейский дом, одни и те же во многом исторические ценности, одни и те же проблемы. Но надежная правовая основа, она крайне важна. И то, что мы сейчас выходим на новый договор о сотрудничестве и партнерстве с европейским сообществом, это крайне для нас важно. Я надеюсь, что в ближайшее время, в том числе в ходе саммита, который состоится в Ханты-Мансийске, мы сможем окончательно утвердить рамки такого рода соглашения. Что же касается развития нашей страны, я действительно неоднократно говорил и готов засвидетельствовать еще раз и в этом зале, я не вижу перспектив развития нашего государства без формирования мощного среднего класса. Да, у нас есть очень крупные компании, многие из них сегодня известны и здесь, в Германии, потому что это реально центральные игроки в европейской, в мировой экономике. Но это все-таки компании, которые, определяя даже экономический строй, не охватывают значительной части населения. А улучшить качество жизни людей, улучшить стандарты жизни, можно лишь вовлекая их в бизнес, создавая им возможность для занятия собственным делом, занятия предпринимательством. Возрождение того, что является вот такой предпринимательской жилкой, что, к сожалению, на протяжении десятилетий вытравлялась в прежние годы. И это очень важная и действительно амбициозная цель. Но мы обязаны сделать все, чтобы наши граждане были готовы к занятию предпринимательством и в конечном счете были созданы условия для того, чтобы к среднему классу относилось приличное количество людей, живущих в Российской Федерации. Что же касается общегуманитарных элементов, то совершенно очевидно, крайне важно, чтобы обмен осуществлялся на уровне гражданского общества. Не только в форме диалога элит, потому что это и раньше было. Элиты могут встречаться, спорить до хрепоты, целоваться, но от этого ничего не меняется. Надо, чтобы кани отношений включались гораздо более широкие слои наших народов, чтобы были постоянные обмены. Вот мы только что говорили на эту тему с господином федеральным президентом. Молодежь должна встречаться, общаться, общаться и лично, общаться по интернету, ходить на футбол. Вот это и есть единое гуманитарное пространство. И если мы создадим такое пространство, то тогда у наших отношений самое светлое будущее. Большое спасибо. Я вижу, что очень много желающих. У нас где-то 8 минут, так что, пожалуйста, прошу очень коротко ваши вопросы задавать. Господин Бекман. Я являюсь координатором по вопросам науки и образования в рамках петербургского диалога и заместителем генерального секретаря Германской службы экономических обменов. Господин президент, во время командировки и поездки Штайнера в Москву в том же говорили о концепции партнерства в вопросах модернизации, особенно что касается вопросов здравоохранения. Вы в своем выступлении еще до назначения как кандидата в президенты в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации говорили на тему демографического развития, обратили большое внимание на это. Сегодня вы еще раз говорили о значении права, вы также говорили о значимости таких вопросов, как стереологистика и так далее. Вот для нас встает вопрос, можем ли мы ожидать вашей поддержки, чтобы, скажем, до петербургского диалога осенью этого года, конкретная дата пока еще не ясна, что значит осенью у нас будет конкретная концепция сотрудничества, в том числе включая вопросы обмена, чтобы как можно быстрее здесь получить конкретные результаты. Спасибо. Спасибо, это очень хорошая тема. Я действительно некоторое время назад начал заниматься демографическим проектом в нашей стране. Проект этот абсолютно уникальный, потому что он нужен нам как воздух, и нам, я думаю, что и вам тоже. И очень многие вызовы, с которыми сталкивается сегодня европейская цивилизация, абсолютно похожи. Вот снижение численности населения, которое в силу известных причин происходит в нашей стране, происходит и в других странах, в странах Европы. И нам необходимо с самого начала было создать систему мотивации к тому, чтобы демографическая ситуация менялась, чтобы наши люди с удовольствием создавали семьи, рожали детей. Это очень тонкая сфера. Мы с вами понимаем, что иногда и деньги в этой сфере не работают, особенно в тех ситуациях, когда уровень жизни уже достаточно высок. У нас он пока не так высок, как в Германии, и поэтому мы, используя ряд идей, решили, что необходимо простимулировать семьи к новым рождениям. И стали развивать такую идею, как материнский капитал. Что это такое? Это такой грант, который получает женщина в случае, если она рождает второго и последующего ребенка. Этот грант по нашим российским меркам, в общем, достаточно приличный по размеру. Он составляет около 8 или 8,5 тысяч евро. Причем его можно потратить и на образование, и на пенсию, и на решение жилищных проблем. И понятно, что это не решит всех задач, которые стоят перед нашей страной. Но я говорю об этом, потому что мы обязаны сейчас этим заниматься. И в этом смысле у вас есть очень хороший опыт реализации ряда демографических программ. Есть ряд технологических программ.